Итак, значит мы с вами продолжаем. Остановились мы на презентации этого товарища, который в Организации Объединенных Наций работает и заведует направлением связанным с искусственным интеллектом. Соответственно, остановились мы на данных. Данных сейчас так много, что в целом ни один человек не в состоянии его это знание, эти данные обработать. То есть, да, есть данные, есть знания. Задача из данных – извлечь знания. То есть человек не в состоянии обработать тот объем данных, который сейчас есть. Вот тут написано, да, к 2020 году будет 44 зетабайт данных. Соответственно, это где-то в 50 раз больше, чем было данных в 2010 году. То есть почти в 50 раз увеличился объем данных за каких-то там 10 лет. Ну, это связано в первую очередь с развитием мобильных платформ, приложений, телефонов, смартфонов, умных часов, умных автомобилей, умных домов. Ну и в том числе идет сейчас еще революция в промышленности. То есть так называемая цифровая трансформация. Она затрагивает не только заводы, где там повсеместно ставятся умные сенсоры, которые собирают данные, записывают их в хранилище. Ну и в так называемом интерпрайзе, то есть в корпорациях, переходят, например, отделы кадров уже полностью на цифровые платформы. То есть у нас в стране наконец-то приняли понятие о цифровой подписи сотрудников, о цифровой трудовой книжке. То есть теперь разные ежедневные, скажем так, операции отделов кадров можно делать в электронном виде. То есть вам не нужно ехать, например, в офис для того, чтобы написать заявление на отпуск. Раньше вы были обязаны подписывать его руками, сейчас вы можете его подписать электронной подписью. Все, она у вас есть. То же самое, заявки на пособия, заявки там на разные услуги государственные, то есть все с вами пользовались госуслугами. Тоже все это сейчас в цифровой форме, в том числе и собирает про вас различные данные. То есть чем вы пользуетесь, какими услугами, как вы ими пользуетесь для того, чтобы попытаться улучшить эти сервисы. Ну или просто собрать данные у вас. Ну и там, не знаю, интересные такие забавные ситуации, да, когда там устраивают анонимное голосование на выборах депутатов, которые у нас будут в пятницу, через госуслуги, где вы должны авторизоваться со своим собственным цифровой подписью. То есть вот такие странные казусы возникают. Вот, ну ладно, это все лилика. Что еще тут? Ну вот есть всякие интересные товарищи, которые пророчат вторую эпоху машин. Да, один из них, я с ним не очень знаком, второй Эндрю Маккафи, это один из, ну он отчасти похож немного так на Илона Маска, только появился там на 20 лет раньше. То есть он в 90-е годы там разработал, по-моему, первый в мире антивирус в 80-90-е годы. Вот на этом стал миллиардером, потом прогорел, то есть вложился куда-то, что прогорело. Потом начал заниматься какими-то сомнительными операциями, там рекламировал биткоин. Он, в конце концов, там, на него завели там огромное количество уголовных дел в Америке, он сбежал. Лет пять там бегал по миру от американцев. В итоге его там поймали пару лет назад и должны были уже экстрадировать США, но он повесился в тюрьме. Вот такая вот интересная личность, которую там многие считают тоже таким пророком в IT-область, по крайней мере, в 90-е годы. Вот он вот с таким вот товарищем, очень много там трудов, в общем, он очень много о чем говорил. Вот и в частности говорил там про искусственный интеллект, что вот грядет там вторая эпоха машин, вторая эпоха машин. То есть первая эпоха машин – это промышленная революция, когда там появились станки, когда появились там конвейеры, то есть когда люди потеряли массовую работу. То есть там все те люди, которые раньше там руками что-то шили, да, появился ткацкий станок, соответственно, огромное количество людей потеряло работу. То же самое там с автомобилями. Там огромное количество людей, которые были завязаны на конный транспорт, да, они все потеряли работу. Вот они вот говорят сейчас о новой эпохе машин, новой, да, связанной с искусственным интеллектом, когда уже интеллектуальная работа будет замещаться машинами, по сути, искусственным интеллектом, программами. Вот, ну, под интеллектуальную работу они подразумевают всех, так называемых, белых воротничков, то есть людей, различные менеджеры, там, начиная от менеджеров по продажам, заканчивая менеджерами среднего звена, то есть руководителями отделов. То есть потихоньку вот такая роль руководителя отдела, она начинает размываться. То есть остается понять, там, проектного менеджера, например, вот, а руководитель отдела, он становится уже каким-то таким эфирным существом, который непонятно зачем вообще существует. То есть с проектами понятно, там, есть план, график, риски. Вот чем занимается там руководитель отдела, вообще теперь непонятно. Вот, ну, его сейчас переименовывают в ресурс-менеджер. То есть это человек, который должен делать людей счастливыми, своих подчиненных. Вот, то есть тоже своего рода такие метаморфозы происходят. Все это связано с тем, что теперь, например, нет необходимости там строить какие-то иерархические структуры для того, чтобы управлять огромными организациями. Сейчас достаточно иметь некоторое аналитическое ядро автоматическое, да, которое следит за выполнением бизнес-процессов. Вот, то есть, по сути, это такая автоматизация бизнес-процессов, да, которая позволяет вам избавиться от огромного количества прослоек между, там, не знаю, советом директоров и конкретными линейными исполнителями. Вот здесь, на самом деле, много примеров, начиная от городов, где есть только дворники и мэр, и нет огромного количества чиновников между ними. Вот, и заканчивая многими компаниями, там, самая, наверное, такая известная, это Сбербанк в России. То есть примерно, там, 15 лет назад, если вы были в Сбербанке, вы знали, что там огромное количество людей работало, все это, то есть те, кто сидел там в отделениях, это была малая часть тех людей, которые работали в Сбербанке. Были огромное количество финансистов, бухгалтеров, которые обслуживали нужды этой огромной компании. Вот сейчас их всех уже нет. Сейчас полная цифровизация, то есть они там впереди многих российских компаний, многих российских банков, то есть могли построить такую вот цифровую систему. Сейчас уже и дальше банки пошли. Они сейчас пытаются уже экосистему строить. Вот, то есть это вот тоже своего рода такая эпоха машин, когда интеллектуальный труд начинают заменять трудом алгоритмов, программ, которые работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вот, но, правда, всегда нужно иметь в виду, что, к сожалению, сами они пока, может, и к счастью, сами пока не работают. Вот, поэтому в дополнение к этим машинам нужно иметь штат специалистов, которые будут обслуживать, развивать и дорабатывать. Вот, поэтому, так сказать, одни, одни рабочие места уничтожаются, другие появляются. Другой вопрос в пропорциях. Сколько уничтожено, сколько создано. Вот это тоже определенное... Сейчас есть опасения, этот счет. Вот, и второе, наверное, что, о чем они еще переживают, да, это о том, что... Это, не знаю, это evidence, да, то есть улики везде. То есть, грубо говоря, везде вы оставляете так называемый свой цифровой след. То есть, что бы вы ни делали сейчас, везде камеры, везде датчики, в вашем телефоне отслеживание. То есть, куда бы вы ни пошли, вы везде под колпаком. То есть, и эта вся информация, она собирается, агрегируется и анализируется. Вот пока, правда, без каких-то последствий для вас. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, что еще они говорят, да, какие сейчас тренды? Ну, тоже связанные с искусственным интеллектом. Это четвертая индустриальная революция. Тоже такой философский труд был, связанный больше с промышленностью немецкие. Значит, он говорит о том, что современная промышленность, ну, промышленность будущего, она не нуждается в людях. То есть, там уже не нужно, как там 50 лет назад, там, давайте все за станки на завод. Станков уже давно нет, остается только оператор. То есть, если раньше там люди сидели, что-то вытачивали, сейчас только загружают программу, что нужно вытащить. Вот, ну, и есть там, соответственно, еще дальше развитие, когда, в принципе, человека уже не будет. То есть, появляются роботы, которые обслуживают роботов, появляются роботы, которые позволяют решать задачи, которые раньше роботам было тяжело поручать. То есть, там, не знаю, лет 30 назад, современная фабрика, это было много-много-много роботов, и там 4 человека, которые там подносят какие-нибудь листы к этим роботам. То есть, они, ну, потому что тяжело было автоматизировать там задачу переноса каких-нибудь металлических листов. Вот сейчас уже это все автоматизировано, то есть, робототехника очень активно развивается, причем промышленная робототехника. Вот, что в целом тоже высвобождает огромное количество людей, уменьшает издержки. И вот сейчас, например, если там 30 назад была тенденция, что крупные корпорации выводили свои производства там из США, из Европы в Китай и в Индию, то сейчас идет обратный отток. То есть, производство из Китая и из Индии переводится обратно в Европу и в США. Только эти производства уже безлюдные. То есть, это фабрики полностью автоматизированные, где нет ни одного человека. То есть, в целом, сейчас вот такие примерно тренды в промышленности. Вот. Ну, тут, соответственно, они говорят о том, что это такое, да, что, во-первых, это не просто уже отдельные роботы, а это уже экосистема целая роботов. То есть, фабрика, как некоторая цифровая экосистема, где все роботы общаются друг с другом, обмениваются информацией. Есть алгоритмы, которые управляют ими, там, оптимизируют, уменьшают издержки. Следят за исправностью. Если что-то прошло не так, то сразу же вызывают службу. То есть, не борются с последствиями, а пытаются предсказать причины. То есть, предупредить причины. Вот. Ну, и также вот новая тема – это киберфизические системы. Значит, это уже системы, когда в физический процесс начинают встраивать алгоритмы. Вот. Ну, тема очень скользкая, очень мутная. Значит, там, под эту тему сейчас все что угодно. Под киберфизические системы, начиная там от систем управления клантовыми вычислениями, когда там пытаются какой-то пид-регулятор всунуть в то, как электрон летит. Ну, такие очень спорные теории. Вот. И заканчивая тем, что, например, вживление там в человека каких-то электродов для того, чтобы человек мог напрямую управлять там фабрикой, например, цифровой. Ну, или там, не знаю, просто какую-то информацию получать. То есть, тоже такое направление. Ну, вот, соответственно, его там тоже часто ассоциируют с искусственным интеллектом. То есть, когда алгоритмы встраиваются в некоторый физический процесс. Это сейчас вот любят называть киберфизической системой. Вот. Ну, таких терминов их много, и на них особо не стоит зацикливаться, но такой вот определенный хайп тоже существует. Параллельно с искусственным интеллектом четвертая промышленная революция. Интернет-вещей. Вот. Ну, опять же, там, частично я уже про это говорил, да, что интерес очень огромный, огромные ресурсы вкладываются в искусственный интеллект, и все вот начинают всякие предсказания говорить о том, чем все это закончится. То есть, все видят, что многие задачи, которые раньше казалось, только человек может решать, и сейчас может решать, ну, по сути, алгоритм, то есть, человек, он, по сути, становится не нужен. Ну, на самом деле, это не так, все идет немного в другую сторону, то есть, никакого восстания машин не будет, скорее будет переход к новому форму общества, к новой форме общества, там, называемый, безусловно, базовый доход, когда вы будете просто так получать деньги на свою жизнь, да, то есть, по сути, исчезнет вот та ценность денег, которая там была, не знаю, 10-20 лет назад, она сейчас уже снижается, вот, будет просто, ну, как бы сами по себе деньги они уже теряют свой смысл. Сейчас очень сложно себе представить человека, который умирает с голоду, например, там, в современных развитых странах. Еще пока в странах третьего мира есть проблемы, да, но в целом с голодом постепенно там борются, уже не нужно там, чтобы работать, чтобы там не умереть с голоду. То есть, скорее, сейчас нужно работать, чтобы там можно было путешествовать, чтобы можно было там, не знаю, иметь хорошую машину, хорошую квартиру. для этого как бы можно работать, да. А в целом, если вам это все не нужно, вы можете там, не знаю, иметь какую-то работу там один раз в неделю, один день в неделю, все остальное время там жить в каком-нибудь дешевом жилье и быть счастливым, да, там, ну, не знаю, путешествовать автостопом. То есть для этого там деньги уже особо не нужны. Вот. И все идет еще дальше, что, в принципе, какой-то минимальный гарантированный уровень жизни будет вам гарантирован, даже если вообще не будете работать. То есть такие эксперименты сейчас делаются, все чаще об этом говорят, то есть там кто-то думает, что, мол, если просто так раздавать деньги, то люди начнут деградировать, но нет, люди начинают заниматься чем-то социально полезным, там кто-то начинает волонтером быть, если у него там, соответственно, государство ему просто так деньги выдает. При этом упрощается вся система социального обеспечения, то есть вы просто безусловно выдаете всем. Не нужны никакое огромное количество социальных сотрудников, которые там решают, кому давать деньги, кому не давать. То есть так или иначе, все идет к тому, что вот эта вот автоматизация, связанная с искусственным интеллектом, она просто приведет к некоторым изменениям в обществе. Вот, поэтому, возможно, там лет через 20 уже как бы работать будет не модно. Будет модно там, не знаю, путешествовать, заниматься волонтерством, там выступать, там блог вести. То есть уже там современные блогеры там 20 лет зарабатывают больше, чем какие-нибудь топ-менеджеры в крупных компаниях. То есть все очень активно меняется и, в частности, вот за счет того, что очень активно развивается искусственный интеллект сейчас. Ну, или, по крайней мере, то, что сейчас называют искусственным интеллектом. Значит, ну и что еще тоже, что связывает с этим землетрясением, да, которые, цифровое землетрясение, говорят о том, что 80% компаний будут уничтожены с помощью искусственного интеллекта. То есть это огромное количество сервисных компаний, которые завязаны на предоставлении услуг, выполняемых людьми. То есть те, кто готов, ну, те компании, которые это понимают, они начинают перестраиваться. Это очень любят сейчас называть как цифровая трансформация. То есть меняют бизнес-процессы с упором на цифровизацию, информатизацию и применение искусственного интеллекта. То есть аналитика с помощью искусственного интеллекта и управление бизнес-процессами с помощью искусственного интеллекта. Это как раз вот то, что название нашего курса, да, интеллектуальная информационная система в управлении, вот это как раз прямая вот связь с того, что сейчас происходит. То есть те 20% инновационных компаний, которые это понимают, они, скорее всего, останутся на рынке. Все остальные просто исчезнут, потому что они просто будут неконкурентоспособны. То есть когда у вас в компании, например, работает, не знаю, 10 человек в отделе кадров, я не заставляю сотрудников писать на каждый чих там, на каждый отгул писать какие-то заявления, согласовывать их у 10 начальников, вот люди просто бегут сейчас с таких компаний и, соответственно, такие компании просто умирают. Вот не говоря уже о том, что если вы какие-то услуги оказываете, например, услуги проката автомобиля, то есть вы можете сейчас в Яндекс.Драйве зарегистрироваться и там по нажатию кнопки арендовать себе автомобиль. Вот. Или взять классические там компании проката, где вы сначала должны оставить заявку, посмотреть, а где, а есть или нет там в это время, в этот день, а потом куда-то приехать, а потом еще что-то там вам скажут, ой, а вы знаете, машин у нас нет, а давайте мы вам что-нибудь заменим. Вот такие компании, они, конечно, сейчас уже постепенно уходят с рынка. Вот. То есть все идет в сторону цифровизации и управления автоматического бизнес-процесса. Вот. Но при этом, конечно, уничтожаются рабочие места, то есть все те люди, которые сидели там на ресепшене в компаниях, те товарищи, которые там сейчас в пятерочке, например, они очень активно внедряют кассы самообслуживания. То есть те люди, которые раньше на кассах сидели, они теперь, ну, их стало, они стали менее востребованы. Вот. То есть так или иначе, да, одна из это тотальный, тотального перехода к цифровизации и искусственному интеллекту, приводит к сокращению рабочих мест. Соответственно, вот возникают всякие вопросы, а как, насколько это вообще хорошо, да, оставлять людей без работы. Вот. Соответственно, вот эта организация, которая подготовила этот доклад, она вот такими вопросами задается и пытается внедрять вот разные стандарты, какие-то практики лучше, менять законодательство, чтобы постараться складить вот этот эффект от уничтожения этого бизнеса и этих рабочих мест. Вот. Ну, одно из таких самых популярных направлений это разговоры про безусловный базовый доход, когда просто всем подряд будут раздавать деньги, чтобы они могли там, не знаю, еду себе купить, шлюе снять, при этом не имея вообще работы. То есть, ну, такая вот тоже интересная трансформация. Значит, что еще? Ну, да, опять алармизм, да, что какая-то беспрецедентная эра впереди грядет, называют гипертайм компрессион, то есть, если там, не знаю, я еще застал времена, когда у людей вообще в принципе не было компьютеров, учительной техники, телефонов, вот, сейчас там, не знаю, у меня сын, он в пять лет уже умеет на планшете там очень оперативно там это и масштабировать, и пальцами управлять, там, в игры компьютерные играть, то есть, представить такое 30 лет назад было невозможно. Там, что будет через 10 лет, вообще страшно представить, то есть, там появится наконец-то, наверное, дополненная виртуальная реальность, более-менее нормальная, значит, появятся, скорее всего, какие-то интерфейсы человек-машина, когда можно будет, например, с помощью там силы мысли там представить себе, что вы где-то в другом месте находитесь и так далее. То есть, это такие, ну, такие, наверное, самые такие хайповые инновации, да, ну, там огромнейшие сейчас инновации происходят, например, в медицине, биологии, в химии, в том числе за счет искусственного интеллекта. То есть, когда открываются новые материалы совершенно какими-то нереальными свойствами, которые постепенно идут, так сказать, медленно, но идут к потребительскому рынку. Не только к потребительскому рынку. Вот, и, соответственно, одно из них это вот экспоненциальное ускорение автоматизации. То есть, тотальная установка, как я уже говорил, умных сенсоров на предприятиях, сбор данных, анализ, оптимизация производства, которая ведет к колоссальному удешевлению производства. То есть, производство сейчас настолько дешевое, там почти незадействованы люди, роботы начинают делать роботов, роботы чинят роботов, роботы анализируют работу роботов. То есть, по сути, такой самодостаточной системой становится, фабрика, которая сама себя воспроизводит. Вот. И сейчас вот единственная проблема это энергетика. То есть, энергетика, экология. То есть, чтобы эти фабрики работали, нужно много энергии. Энергия пока вырабатывается с помощью невозобновляемых источников, которые еще и коптят. Соответственно, вот есть такая проблема, которую тоже пытаются решить через возобновляемые источники энергии. Ну, не только. Вот. что еще тут. В общем, да, много чего, всяких интересных вещей происходит в мире. Ну, я уже говорил, там, в Сингапуре, там, пять лет назад запустили автономное такси без водителя. Там, в России, там, пока-только его запустят осенью. Там, есть, ну, я уж не говорю, там, про цифровые сервисы. То есть, крупные компании тут перечислены, да, от стран-городов до каких-то компаний типа General Electric, Baidu. То есть, так или иначе, все из них инвестируют сейчас в искусственный интеллект. Многие из них имеют уже работающие реальные системы. Все вы это видите на своих глазах, там, в своих телефонах, в интернете, когда сервите, по улицкам доходите. То есть, так или иначе, это уже везде. Вот. Может быть, конечно, еще вопрос, насколько оно разумно, насколько оно вообще является интеллектом. Вот. Ну, эволюционно оно развивается. То есть, если сравнивать там искусственный интеллект 30 лет назад и искусственный интеллект сейчас, то есть, за счет огромных учительных возможностей, доступных фреймворков софта, то есть, с помощью которого можно это строить, и за счет того, что огромное количество данных, эффекты многие достаточно впечатляющие. Вот. То есть, так или иначе, это уже везде. Так, ну, здесь они уже больше говорят про те проблемы, которыми занимается он, то есть, какие проблемы могут быть решены с помощью искусственного интеллекта, то есть, уничтожение бедности, да, то есть, вы можете отслеживать, ну, с помощью искусственного интеллекта вы можете собирать, условно говоря, информацию по каждому жителю Земли, отслеживать его состояние, да, кто богаче, кто беднее, и стараться там регулировать на основе этой информации, например, законодательство, чтобы перераспределять доходы и поддерживать, например, тех людей, которые в этом нуждаются. например, если у вас там есть семья бездетная, семья с детьми, понятно, что тяжелее жить в семье с детьми, соответственно, нужно менять законодательство, если много таких семей возникает, да, менять законодательство, которое будет их поддерживать. Или наоборот, там слишком много людей, поэтому нужно поддерживать людей, которые не хотят заводить детей, например. То есть разные виды анализа, которые позволяют автоматически управлять, попытаться увеличивать уровень жизни. Развитие здравоохранения, то есть опять-таки называемая персонализированная медицина. Хорошо, если у вас есть личный врач, который за вами следит, которому вы регулярно ходите, он вас знает, каждую вашу полячку. Но, наверное, это очень дорого. То есть на 6-7 миллиардов людей врачей вы не запасетесь. Поэтому тоже персонализированная медицина. Искусственный интеллект, который просто цифровизация, сбор анализов, в том числе неинвазивных, сбор информации, хранение и развитие искусственного интеллекта, который все это анализирует и выдает вам рекомендации по вашему здоровью. То есть сервисы бесплатные, которые позволяют вам не пытаться обращаться к дорогостоящим врачам, а получать всю их мудрость через такой искусственный интеллект, который был подготовлен с их участием. Образование тоже. Сейчас только ленивые, наверное, не ругают. Образование российское. Вот тоже такое из направлений во всем мире – это персонализированное обучение. То есть все люди разные, у всех разные интересы, разные возможности, способности. Не значит, что кто-то умнее, кто-то глупее. Просто кому-то больше подходит математика, кому-то больше подходит спорт, например. И человек должен реализовывать себя в той области, которая ему больше нравится и которая у него лучше получается. Соответственно, персонализированное обучение – это вот такие модели построения индивидуальных персонализированных программ обучения. То есть не так, как у нас сейчас принимается учебный курс, учебное направление, и на него 50 человек загоняют. К каждому человеку формируется индивидуальная программа с помощью, на основе мониторинга его оценок. У нас сейчас в России хотят внедрить цифровой портрет школьника. То есть с первого класса будут регистрировать все его оценки в единой информационной системе. И вот анализируя 11 лет его учебы, будут решать, а куда он может поступать, условно говоря. То есть какие-то будут рейтинги назначать. На самом деле страшная система, надеюсь, никогда в жизни ее не примут, потому что в процессе обучения часто люди совершают ошибки. Многие студенты первое время прогуливают, потом берутся за ум, начинают учиться. Если будет такая цифровая система, это, конечно, может получиться очень плохо. Но может быть и нормально, если, например, в этой системе будет возможность исправления ошибок. Микрофинансовая система. То есть не каждого есть деньги на то, чтобы, например, пользоваться услугами индивидуального консультанта по ведению финансов. Но при этом можно разработать приложение, которое любой желающий сможет скачать, установить и заниматься там. Начиная от управления личными финансами, то есть понимать, куда уходят ваши деньги. Сейчас уже почти в любом мобильном банке это есть. И заканчивая тем, чтобы просто рассказывать, вот у вас есть там, словно говоря, 100 рублей. Они могут там лежать просто на карточке с нулевым процентом. Либо, например, рекомендовать, а вот вложите сюда, вот здесь такие-то процентные ставки и так далее. То есть некоторая помощь людям для того, чтобы… То есть некоторая автоматизация, управление финансами, потому что, ну, если в нее погружаться, то это надо просто этим жить. При этом сейчас огромное количество приложений, которые позволяют вам достаточно легко этим заниматься. Другой вопрос, что, конечно, все риски все равно на вас. Но, тем не менее, какие-то простейшие автоматизации с тем же, например, пониманием того, куда у вас уходят деньги, все это тоже сейчас вполне доступно. Вот, ну, то, о чем говорили, да, про экологию и удобные города. То есть тоже, в особенности в Европе, очень активно сейчас это развивается. Полная цифровизация городов и промышленности с целью улучшения условий окружающей среды, городской среды, то есть где воткнуть фонарь, где добавить полиции по патруле, да, чтобы безопаснее было. То есть все так или иначе тоже это анализируется, строятся какие-то модели, делаются предложения. Потом по этим предложениям люди принимают решение, делать или нет. Вот, то есть, в принципе, ООН пытается такими вещами заниматься, то есть развивает, в первую очередь, за счет информирования, за счет рекомендаций по законодательной базе, для того, чтобы решать вот такие глобальные проблемы. То есть так или иначе, они видят, что без искусственного интеллекта такие проблемы решены быть не могут. Значит, здесь дальше вот они говорят, с кем они сотрудничают, то есть они ведут такую, скажем так, популяризаторскую работу, да, там презентации, выступления, конференции, разрабатывают стандарты по искусственному интеллекту, вот, то есть ведут всяческую просветительскую работу. Вот, соответственно, здесь есть там презентации, потом, если что, можете посмотреть, там много ссылок у них в комментариях. Вот, они тут просто описывают то, какими активностями они занимаются, ну, мы на них не будем особо останавливаться. Значит, что еще здесь интересного? Да, ну, просто всякие факты по поводу… А, ну, это они рассказывают про свою организацию, да, что тут очень много… Да, тут уже пошли какие-то факты, да, вот, что, собственно, чем AI хорош, вот, конкретные примеры, чем он помог, да, что, например, в 30 раз быстрее позволяет определить наличие RAC, или там General Electric, там, какой-то стартап возобновил, просто с использованием только искусственного интеллекта, ну и так далее. Так, смотрите, у нас опять заканчивается время, давайте еще один перерыв и снова переподключимся. Спасибо. 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 Спасибо.